Привет, друзья! Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь. А если подписаны, проверьте колокольчик, а также ставьте лайки, много комментируйте и распространяйте наше видео. Министр юстиции Серджио Литвиненко сообщил, что он хорошо понимает навязчивые идеи Игоря Додона. В Фейсбуке Литвиненко обратился к экс-президенту с призывом понять, что время олигархов уже прошло. «Я очень хорошо понимаю навязчивые идеи Додона, но я хочу напомнить ему, что дружба с Плохотняком в случае с Кульком стоила ему президентского срока, а с Платоном стоила ему парламента. Напрасно он пытается снова предложить свои политические услуги этим двум беглецам. Он может потерпеть новые неудачи. Советую ему и другим понять раз и навсегда, что время олигархов и олигархии прошло, и если они хотят заниматься политикой, то должны делать это своими силами, исходя из интересов граждан, а не из-за собственного разочарования», – отметил министр. Напомним, что анализ «Райс Молдова» материалов из расследования «Пандора Пейперс» свидетельствует, что олигарх Владимир Плохотнюк был связан с рынком металлов в Молдове ещё со времён коммунистического правительства и получал колоссальную прибыль. В своём материале «Райс Молдова» ссылается на компанию Сергея Носкова, ключевой фигуры в окружении Владимира Плохотнюка, связанного с молдавским рынком металла. Носков – тот, кто в течение долгого времени управлял несколькими предприятиями Плохотнюка, в том числе Нобел Клаб Сиарел, который принадлежит отель «Нобел». Он также владел роскошным зданием в центре столицы, где располагалась штаб-квартира ДПМ. Согласно расследованию, Носков управлял компанией «Тревис Групп», зарегистрированной на британских Виргинских островах. В 2008-2009 годах партнёр «Тревис Групп», кипрская компания «Панфермак» получила прибыль в размере 53 миллиона долларов при продажах в более полумиллиарда долларов. Следует отметить, что в июне этого года бывший директор «Металлферос» Виктор Остап оценил, что эта компания была ограблена не менее чем на полмиллиарда долларов, а конечным получателем денег стала группа, возглавляемая Владимиром Плохотнюком. Недавно бывший директор компании «Металлферос» Виктор Остап подробно рассказал, как компания попала под контроль Владимира Плохотнюка. В эфире передачи Секретели Путерии на телеканале Journal TV бизнесмен сообщил, что в 2006 году, после того, как компания стала прибыльной, не менее 70% её доходов достались Плохотнюку и его окружению. По словам Виктора Остапа, с 2003 по 2005 год компания работала без проблем. Бывший директор сообщил, что тогда он предпринял ряд действий в надежде, что его примет на аудиенции экс-президент Владимир Воронин. «Меня не приняли, но пришёл друг Игоря Дадона Игорь Григорьев и Серджу Катан, и сказали, что я должен уйти с поста директора. Мне столько лет проработавшему и основавшему компанию дали понять, что надо уходить. Мне также сказали, что против меня возбуждено дело в НЦБК и посоветовали бежать из республики Молдова», – сказал бывший директор предприятия. После этого давления Виктор Остап на 9 месяцев покинул республику Молдова. На тот момент 70% денег компании уже уходили фирмам Плохотнюка. В последнее время внутри предприятия остались только деньги на зарплату. Никакого развития больше не было, – добавил он. Бывший директор также заявил, что в 2008 году компания имела прибыль не менее чем 20 миллионов долларов. «Я знаю, что после 2009 года Плохотнюк требовал 100 долларов за тонну, чтобы эти деньги оставались в партии. И если транспортировалось 180 тонн, то ежегодно на ДПМ приходило 18 миллионов. Хочу отметить, что когда Плохотнюк стал хозяином государства, прибыль компании увеличилась. Из 100% только 15% остались в Металферос и составляли дивиденды акционеров», – сообщил бывший директор предприятия.